Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти и мы по-прежнему держим вас в курсе всего самого важного и интересного, что происходит в этом городе. Новинки отечественного автопрома, инициативы и госпрограммы. Тольятти и форум автопрома «Автокомпоненты» успел завоевать себе репутацию крупнейшей дискуссионной площадки для всей автомобильной отрасли страны. В этом году на повестке дня немало проблем, но в первую очередь речь о перспективах. И об этом в следующем сюжете. Презентация ВАЗовской новинки для ведущих представителей автопрома страны. «Лада Веста» разработана почти с нуля всего за год на российской платформе из отечественных узлов и агрегатов. Амбиции у автоконцерна большие. В ближайший год выпустить не менее 100 тысяч, а затем поднять планку до 300 тысяч автомобилей «Лада Веста» в год. Но главное – создать четкие перспективы. В нынешних экономических условиях это буквально вызов всему мировому автосообществу, утверждают эксперты. За последние два года «АвтоВАЗ» демонстрирует стабильный подъем, увеличивая свое присутствие на мировом авторынке. По «Лада» мы улучшили нашу долю рынка в первый раз в 21 год. За первые 8 месяцев примерно 18,5% доля рынка составляет. А в прошлом году это было 16,3%. Согласно все той же статистике, в сегменте автомобилей стоимостью менее 600 тысяч рублей доля продукции «АвтоВАЗа» составляет 50%. И с появлением на рынке новых моделей эта цифра должна неуклонно расти. В декабре этого года планируется запустить в серию еще «Лада X-Ray». Производство будет находиться в Тольятти. Все сегодня, так сказать, отметили, что да, наверное, следующий год будет ни лучше, ни хуже предыдущего. Но закрепиться в это непростое время в своем сегменте, отстоять свои конкурентные способности – это, наверное, основная задача. А потребитель все это увидит и полюбит ту машину, которая на сегодняшний день действительно конкурентная способность. Новая, красивая. Поэтому я думаю, что этот позитивный шаг не только для «АвтоВАЗа», но и для российского автопрома в целом. Участники форума отметили неспешное, но стабильное увеличение доли автокомпонентов собственного производства. В продукции тольяттинского автогиганта она выросла с 25 до 32%. Увеличивается загрузка производств, которые поставляют детали не только на «АвтоВАЗ», но и альянсу «Рено-Ниссан», а также на экспорт. Позитивным является и тот факт, что производители комплектующих не только отечественные, но и зарубежные консолидируются вокруг автогиганта. На территории региона открываются новые заводы, в том числе и на территории особой экономической зоны. Уже существующие предприятия благодаря поддержке государства имеют возможность модернизировать оборудование. Сохранить и увеличить количество представителей автопрома в области об этом готовы позаботиться и на федеральном, и на областном уровне. В рамках фонда развития промышленности, который реализует Минпромторг в соответствии с законом о промышленной политике, который был принят в прошлом году, пока выделены не столь большие деньги. Это 20 миллиардов рублей. Они идут пулами по 200-500 миллионов. А также позаботиться о внедрении новых мер. По прогнозам аналитиков, дно мирового падения спроса на авторынке будет достигнуто в первой декаде 2016 года. А дальше подъем. А это значит, что пока еще есть время для самосовершенствования и опережающего развития. В память о первой учительнице в старейшем учебном заведении Тольятти решено было увековечить светлый образ из детства. И в канун профессионального праздника педагогов заложили символичный камень в основании будущего памятника. Средства на скульптуру было решено собирать всем миром. Сбор пожертвований открыли на торжественной линейке. О самом народном учителе Тольятти в следующем сюжете. Хорошая, добрая, такая смешная чуть-чуть. Учительница мне рассказывала разные факты. Интересно. Я много что узнал полезного. Я ее очень-очень люблю. О первой учительнице в любом возрасте говорят всегда именно так. Искренне и с теплотой. Увековечить этот образ решили в старейшей школе Тольятти. Ко дню учителя в школьном дворе открыли закладной камень на месте будущей скульптуры. Возводить ее планируется за счет пожертвований руководителей крупных предприятий города, активных горожан, выпускников школ и всех тех, кто любит и помнит своих первых учителей. Конечно, участвовать надо всем, потому что у каждого есть свой любимый учитель. И эта история, она должна и для тех, кто будет смотреть на эту композицию, приходить сюда в любое время года. Я думаю, здесь и будет и парта, можно будет и посидеть рядом с этой учителем. Каким будет образ Тольяттинской первой учительницы, станет известно на открытом конкурсе. Он состоится сразу после того, как будет собрана необходимая сумма. На это потребуется не меньше года, предполагают в администрации учебного заведения. Первые пожертвования уже начали поступать на расчетный счет школы. Это грандиозное доброе дело. Во благо школы, прежде всего, во благо нашего города. Так хочется доделать его до конца. Но мы его сможем доделать только тогда, когда нас поддерживают граждане, жители этого города. В России учителей увековеченных в бронзе 12. В кабинете у директора школы солидная подборка с описанием истории создания фотографиями скульптурных композиций. Ее она начала собирать задолго до того, как очертания памятника стали реальными. Учительница с книгой, учительница с детьми в Оренбурге, в Ульяновске, в Симферополе. В Саратове скульптура первой учительницы такая интересная. Если можно показать, сидит учительница, открыв книгу, и ребенок рядом с ней. И море цветов. Даже в руках у нее лежат живые цветы. В Оренбурге скульптура первой учительницы тоже очень красивая. И задняя стена за учительницей имена всех заслуженных учителей города. Вместе с началом сбора средств в школе организовали работы по созданию музея образования. Первого в Самарской области. И это закономерно. Ведь здание школы уже давно памятник истории. А имена ее выпускников носят улицы города. Первые экспонаты в дар преподнесли учителя-ветераны. Старые фотокарточки и список имен тех, кто от доски ушел на линию фронта в годы Великой Отечественной войны. Музей постепенно начинает обрастать. Историей и историями. В Тольятти завершился сезон Гарриева Спидвея. В честь финала на трек вышли именитые гонщики России и Европы. Не испугал болельщиков даже дождь. Скорее наоборот, добавил экстриму участников. О том, с каким результатом «Мегалада» переходит в зимний сезон, в следующем сюжете. Этой гонке преданные фанаты Спидвея ждали весь сезон. На трек вышли не только российские спортсмены, но и ведущие гонщики европейских команд. Седьмой по счету мемориал Анатолия Степанова прошел в формате Кубка пар. В каждые три спортсмена. Участник из-за рубежа, лидер российского Спидвея и воспитанник областной детско-юношеской спидвейной школы. Мы всегда поддерживали Спидвей. Естественно, для нас это приоритет, в том числе, несмотря на то, что есть и футбол, и другие виды спорта. Но очень мало таких команд, которые участвуют в международных соревнованиях. И международные соревнования приходят к нам, в том числе, в регион. Поэтому, будем говорить так, поддерживали финансово, какими-то, будем говорить так, дополнительными мерами. И будем поддерживать. Поддержка трибун понадобилась спортсменам в первой же серии заездов. Неожиданно начавшийся дождь не прекращался до конца гонки, постоянно меняя состояние гаревой дорожки. В итоге, многочисленные падения на поворотах. Уже на второй серии заездов травму получил Тольяттинец Виталий Белоусов. Не смог закончить гонку и спортсмен из Владивостока Артем Лагута. Тем не менее, команда «Зеленых» в полном составе оказалась на вершине пьедестала. Эта гонка в конце сезона, проходящая у нас в Тольятти, именно международная. Она придает интереса, большого внимания, бодрости нам, как спортсменам. И, конечно же, большое спасибо всем зрителям и болельщикам, которые сегодня нас так тепло поддерживали. Нам было очень приятно, и мы старались. Я хотела бы вернуться сюда в следующем году и принять участие в следующем мемориале имени Анатолия Степанова. Сегодня была замечательная гонка, и было немножко интересно сражаться, потому что погода постоянно менялась. То шел дождь, то он переставал идти, то он начинался сильнее, медленнее, и трек постоянно изменялся. Главное, что мы выиграли. Состав гонщиков в этом году значительно помолодел. И, несмотря на то, что «Мега-Лада» в этом году не одерживала больших командных побед, вице-президент клуба Алексей Степанов итогами сезона остался доволен. Хороший сезон, хорошо прошел, красивые были гонки, хорошие результаты. Поэтому, я считаю, все было на достойном уровне. Я думаю, что люди получили от этого удовольствие. Интригой сразу двух сезонов станет обладатель новенького автомобиля. Его должны были определить по традиции на закрытии сезона. Пять раз звучала комбинация счастливых билетов, но победитель так и не объявился. По общему решению оргкомитета, автомобиль будет разыгран вновь, уже на ледовых гонках. На этом у нас все. Встретимся через неделю на территории Тольятти. И помните, если у вас есть проблема, она может стать темой следующего сюжета. Пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова